13 мая президент Республики Арцах Рея Крутиня сообщил в своем посте в Фейсбук, что по его поручению разрабатывается новая программа, которая с 1 июля изменит механизм и размер компенсации за жилье для вынужденных переселенцев. В последние дни обсуждали вопрос, который я включал в повестку дня заседания Совета Безопасности, состоявшегося вчера, 12 мая. Выслушав мнение всех сторон, учитывая возможности нашего государства, я поручил соответствующим органам изменить механизм и размер компенсации с 1 июля текущего года. В частности, будет разработана новая программа по предоставлению ежемесячной финансовой помощи в размере 40 тысяч драмов каждому переселенному бенефицару до тех пор, пока не будут удовлетворены их жилищные потребности, которые могут быть использованы как на аренду жилья, так и на другие социальные цели, написал президент. Сегодня президент Республики Арцах Рея Крутинян принял представителя федерации и клуба футбола Арцаха. Были обсуждены программы, направленные на развитие и популяризацию футбола, а также вопросы, связанные с улучшением футбольной инфраструктуры в республике. В своем выступлении глава государства высоко оценил усилия, прилагаемые федерацией для развития футбола и заверил, что, несмотря на послевоенный период, особые социально-экономические трудности, правительство и впредь будет уделять особое внимание программам развития спорта. Арей Крутинян поинтересовался проблемами федерации и дал указания по их решению. Во встрече приняли участие министр образования, науки, культуры и спорта Анайта Копьян, а также руководитель аппарата президента Карен Шахраманян. Сегодня председатель Национального собрания Артур Товмасян созвал рабочее совещание с участием председателей комиссий и руководителей фракции. Председатели отраслевых комиссий представили ход обсуждений находящихся в обращении законопроектов. На встрече обсуждались также и текущие вопросы. «Мы рассматриваем Минскую группу как полноценный орган. Видим необходимость активизации усилий для установления прочного мира для благополучного развития региона», заявили в секретариате ОБСЕ, отвечая на вопрос «Радио Свобода». Страны-сопредседатели, как и Европейский союз, последние недели активно сотрудничают с Баку и Ереваном. Армения и Азербайджан, как государство-участники ОБСЕ, признают, что организация готова оказать любую помощь как в рамках своего мандата, так и в других контекстах, исходя из своего опыта, говорится в сообщении секретариата ОБСЕ. В середине апреля Игорь Хаваев был назначен сопредседателем России по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Секретарь от ОБСЕ заявляет, что Россия не сообщала о выдвижении нового сопредседателя, да и ее репосол Хаваев продолжает оставаться российским сопредседателем Минской группы. Генеральная прокуратура выступила с заявлением по поводу стрельбы 10 мая на площади Возрождения Степанакерта. По постановлению следователя Средственного комитета Республики Арцах в качестве обвиняемого по возбуждению уголовного дела привлечен гражданин СК. Надлежащее поведение подсудимого может быть обеспечено путем избрания меры пересечения. Не связано с его содержанием под стражей, поэтому следователям было принято решение об избрании в качестве меры пересечения подписи подсудимого о невыезде. В ходе предварительного следствия по уголовному делу были произведены обыски, выемки, допросы, назначен ряд экспертиз. Ведется расследование. Прокуратура обещает предоставить дополнительную информацию о ходе и результатах. Делегация юридического факультета ЕГУ во главе с деканом Гагиком Казиняном находилась в Генеральной прокуратуре Арцаха. Сотрудничество юристов ЕГУ с правоохранительными органами Арцаха имеет многолетнюю историю. Обе стороны ценят совместно пройденный путь и нацелены на продолжение, углубление и расширение сотрудничества. Вчера в Арцахском государственном университете прошли памятные и поминальные мероприятия. Государственный университет понес большие потери в 1990-е годы во время освободительной войны. Студенты и выпускники АрГУ приняли активное участие в 44-дневной войне. Количество бессмертных пополнилось. Родственники погибших студентов также приняли участие во вчерашних событиях.